ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гости смогли не только понаблюдать за процессом работы, но и смастерить сувенир своими руками. Также у нас состоится интерактивная программа «Мордовская свадьба». Мы будем инсценировать этот обряд, но не реконструкцией заниматься, а немножечко поиграем. Нарядимся в стилизованные мордовские костюмы, устроим сватовство. Участниками будут все гости, мы всех пригласим, попоем частушки, танцуем мордовские танцы, будет весело. В этом году Ночь музеев прошла под эгидой из поколения в поколение семейные реликвии. Неспроста к самой широкомасштабной культурной акции весны присоединялись целыми семьями. Династиям Воронинах, Ямбушевых и многим другим именитым землякам в стенах Краеведческого музея в этот вечер уделили особое внимание. Безусловно, это сердце общественных пространств нашего города, который объединяет времена, которое объединяет поколение людей. Мы соединяем исторические смыслы, мы соединяем настоящее, прошлое, мы помогаем увидеть будущее. Мы рады, что все вы каждый раз приходите сюда. И каждую такую акцию Ночь музеев народа, посетителей становится все больше, больше и больше. Каждый зал музея подготовил для гостей что-то интересное. Музыкально, активно, творчески и очень познавательно. Именно так в музее имени Воронина прошла Ночь музеев. Занатые вады и храма, Желтая речка вся в том уше, Тот сухового пояда, Тот, что нужно русской в душе. Страницы истории нашей республики и государства, имена земляков-героев. Об этом в рамках активности и интерактивных площадок участники Ночи музеев смогли узнать в мемориальном музее военного и трудового подвига. По-настоящему ценно в дар музея Ольга Сергушина передала семейную реликвию – шинель, принадлежащую майору Геннадию Сергушину. Это первая его шинель парадная. Конечно, майор Сергушин – орденоносец, орден-знак почета, боевые и трудовые медали, за трудовую доблесть даже есть медаль. Потому что он прошел Чехословакию, прошел Казахскую целину, прошел Кавказ. Умер очень рано, потому что сердце было в клочья. Шинель займет достойное место в стенах музея. Впрочем, семья Ольги Сергушиной уже пополняла экспозицию подлинными артефактами, хранящими вместе с историей их рода историю нашей страны. Мы с вами находимся у витрины генерала Владимира Сергеевича Григорькина, двоюродного брата моего отца. Который стоял у истоков строительства космотромов Байконур, других, запускал корабль Буран. И он сейчас еще здравствует. Династия Григорькиных именно военная. Они и сын его, и внуки его, они все военные. Музей, носящий имя русского родена, скульптора Степана Эрзи, также организовал различные активности. Как в рамках постоянных экспозиций, так и приобщенные к тематике персональной юбилейной выставки Людмила Нарбековой «Сицевая Русь» и выставки Зураба Церетели «Признание в любви». Еще одна экспозиция, открывшаяся во время ночи музеев, создана руками самих сотрудников. Ведь сегодня 18 мая, а это день музеев, праздник наш профессиональный. И в этот день мы открыли персональную коллективную выставку музея Эрзи, а именно его сотрудников. И гости музея чуть ранее и сегодня по ходу работы акции могут узнать, открыть для себя с новой стороны тех или иных сотрудников, которых они знали до этого. Например, как талантливого экскурсовода, талантливого лектора, прекрасного рассказчика. А в этот раз они могут узнать, что он еще и талантливый дизайнер или фотограф, или моделист. Приобщение к искусству начинается с малого. В данном случае с малого возраста. Поэтому большое внимание самым юным посетителям. Однако найти для себя что-то интересное и получить порцию вдохновения смог каждый гость музея. Очень интересно. Мы вот привели детей, на самом деле, познакомиться с искусством. Все картины. Также у нас здесь выступал племянник. Сегодня играл на фортепиано. Мы пришли его поддержать. Это так красиво. А вот энергетику мы получили положительную. Каждый год хожу в музей Эрден. Но для себя я открываю каждый раз что-то новое. Каждый раз. Конечно, всегда постоишь у страсти, у Евы. Я в восхищении. Поэтому каждый раз выходишь из музея, на самом деле какая-то одухотворенная. Музей изобразительных искусств имени Эрзи, Краеведческий музей имени Воронина, Мемориальный музей и еще сотни других по всей стране в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» смогли подарить каждому гостю массу эмоций и зажечь в сердцах интерес и любовь к искусству и истории. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов. Народные новости.